Ситуация заражения детей коронавирусом была вполне ожидаема, говорят в Минобразовании. Запуская очное обучение, учитывая обстановку, был разработан алгоритм действий. Сейчас все идет по четкому плану. Все учителя этих школ сдают ПЦР-анализы. По результатам этих анализов будут видны наши дальнейшие действия. Но все эти наши действия прописаны в утвержденном алгоритме действий по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Сейчас, на данный момент, дети этих школ, учащиеся, проходят онлайн обучение, то есть уроки не сорваны. За детей переживают и родители, и учителя. Но в школах создают все условия, чтобы не нарушать санэпиднормы. При входе в школу проверяется наличие масок, температура тела и обрабатываются руки антисептиком. Сейчас дети ходят в полном составе. Те, которые изъявили желание ходить в школу, они ходят в полном составе. Но есть среди первых, пятых, девятых, одиннадцатых классов, есть несколько детей, которые продолжают обучение в онлайн формате. Они не ходят на занятия, а остальные все, кто решили посещать занятия, ходят на занятия. Здесь, конечно, мы проводим входной фильтр. Детей при входе проверяем на наличие температуры высокой, обрабатываем руки санитайзерами. И на сегодняшний день, пока высокой температуры у детей мы не обнаруживали. У вас уже написано там, ребят, цифра 2. В классах не больше 20 учеников и все рассажены в шахматном порядке. Но и самое главное, дети знают, для чего нужны средства защиты. Для чего тебе нужна маска, для чего нужен антисептик? Чтобы не заболеть коронавирусом. А как ты часто пользуешься антисептиком? Ну, когда иду в школу. Для того, чтобы не заразиться ничем. И чтобы не заболеть. Ребят, скажите, вот это у нас что? Для чего? Для того, чтобы обеззаразить и чтобы нам какая-нибудь инфекция не пристала. Перемены для старших классов и младших классов проводятся отдельно. Это делается для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, после каждого урока проветривается помещение, а каждые два часа проветривается помещение и делается кварцевание класса. Мытье рук и обработка антисептиком – это уже привычное дело, говорят учителя. Ребята сами напоминают о том, что нужно тщательно мыть руки. Поэтому многие родители не переживают, отправляя детей в школу. В нашей школе соблюдается все нормы безопасности, потому что мы отдаем ребенку то, что нам было прописано – две маски, влажные салфетки, санитайзеры, дезинфекторы, сухие салфетки. Все, что нужно, мы отдаем ребенку с собой. Ребенок заходит с одной маской. Через два урока, то есть через час получается, они уже меняют вторую запасную маску. Первую маску они выкидывают. Потом парты, все это они обрабатывают влажной салфеткой. Перед походом в столовую, я спрашиваю у ребенка, они моют руки мылом. Сейчас в связи с первыми выявленными заражениями коронавирусом в школе, мэрия Бишкека просит родителей сообщать администрации школы и своему классному руководителю, если ребенок является носителем вируса. Те классы, где были выявлены ковид-положительные, будут две недели на карантине и онлайн-обучении. А учителя, работавшие в этих классах, пройдут медосмотр и сдадут ПЦР-анализы. Надежда Усова, Азамат Кадыртоктоев, АЛАТО 24.